Всем привет, дорогие друзья! Я уже рассказывал про программку Avidomax, но сегодня хочу показать метод, который я случайно обнаружил, пользуясь этой программкой, как можно склеить несколько файлов в один большой. И раньше у меня было уже видео по Avidomax, я там показывал метод склейки, как открыть файл. Мы открываем какой-то первый файл, делаем открыть, он открывается, потом делаем присоединить и так далее. Это достаточно долго и муторно, особенно если файлов дофига. Так вот, программка настолько замечательная, сейчас тут нет нового проекта, создать новый проект, проще заново переоткрыть. Я обнаружил, что программка настолько замечательная, что умеет просто вот так вот берете кучу файлов или можете по одному сюда закидываете, потом закидываете следующий файл, следующий. Просто в окошко перетягивается программка и вот они выстраиваются в одну кучу. В процессе записи моих роликов мне часто их приходится ставить на паузу и заново возобновлять. Чтобы не пихать эти видосы в Sony Vegas и потом все это не рендерить и кучу времени не тратить, я пользуюсь Avidomax для склеивания этих кусочков. Поэтому, грубо говоря, можно... Сейчас еще раз покажу. Потому что вот это конкретно видео, которое я только что снял, я его хочу выложить. Поэтому показываю на реальном примере. Поэтому, чтобы вам склеить несколько кусочков, банально выбираете, если они у вас идут по списку, по порядку. Я так понимаю, по названиям определяет, в каком порядке их сюда клеить. И просто перетягиваете. И он их друг за дружкой начинает сюда закидывать. Очень удобно. На выходе я обычно ставлю MP4. Что не так? Что у нас не так? Почему? Почему у нас не залилось? А, последний файлик. Последний файлик у нас не закинулся, потому что я сейчас пишу это видео. Так, извините за повтор. Просто не разглядел. Сейчас, чтобы уж точно все безошибочно было. Вот это последнее видео у меня сейчас пишется. Видите, Radeon Relive работает. Меня сейчас спрашивают, чем же я пишу видосы. Пишу стандартными драйверами от Tati Radeona. Называется Radeon Relive. Или Relief. Берем уже готовые видосы, закидываем. Раз, два. Ну, давайте, давайте, давайте. Тут достаточно быстро, он огромные видосы склеивает примерно с той же скоростью, что и маленькие. На выходе у нас стоит копи-копи-копи. И вот выходной формат. Тут есть два варианта. Либо МКВ, микшер. Или муксик, как его? Ну, короче, микшер МКВ, либо MP4. Какой-то из двух. Если MP4 не прокатывает, то я беру МКВ. MP4, он более распространенный формат. И с ним потом корректнее работает. Например, Sony Vegas у меня MP4 кушает потом, если мне нужно обработать уже собранный видос. А МКВ, например, Sony Vegas не поедает. Поэтому я в MP4 стараюсь делать. Все, и дальше сохранить как? Прямо в ту же папочку. Вот тут будет, он сам, Avidomax, добавит слово edit. И делаем сохранить. Все, спасибо, спасибо. Так, посмотрим, что у нас по объему. По объему он, по сути, сплюсовал. Все, которые были ролики. Тут как раз 40, 20, 10, 13. Где-то оно на 120 выходит. То есть, по сути, видео без перекодинга полностью. Сейчас проверим, что у нас тут было. Да-да-да, удаление Касперского, удаление драйверов, переподключение. Дальше удаление, точнее, старого Касперского. Дальше я иду на сайт, выкачиваю нового Каспача. Не с первой попытки это удается. Все, там активация. Потом информация настройки по Касперскому. Ну и, в принципе, и все. Да, все нормально склеилось. Видос можно заливать. Вот такое у меня видео о видео. Всем спасибо, пока. До новых встреч. Надеюсь, что мои видосы вам чем-то полезны.